Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами бизнес-завтрак с Романом Дусенко на радио Медиаметрыс. Чудесное утро и интересные гости. Сегодня мы будем говорить о каких-то таких важных фундаментальных вещах, которые вызывают привыкание в хорошем смысле этого слова, потому что у нас сегодня вкусная компания, Элементари. Доброе утро. И я представляю моих гостей, это Ирина Жукова, сервис-директор компании Элементари, Анастексия Борчугова, главное по лояльности. Интересно, вот что же такое Элементари, если вкратце? Ира, может быть, ты начнешь. Да, доброе утро. Ну, во-первых, Элементари это умный супермаркет еды. По сути, мы заменяем полностью супермаркет, вам не нужно у него ходить, но мы делаем это со вкусом. Хочется попробовать Элементари на вкус. Да, мы делаем уникальный персональный продукт, который будет учитывать все ваши предпочтения и все ваши особенности. Ты знаешь, интересно, но вот с одной компанией мы детально работали в отношении сервиса, и моим первым заданием было найти примеры в России, в Москве, реально существующий сервис. И одна из команд указала вашу компанию. Видимо, поэтому, в том числе, еще и на премии, на которой мы с вами познакомились, Customer Forum 2018, где вы получили одну из номинаций в области вовлечения команды, это жюри справедливо оценило, оценило ваше дословищество. Откуда взялась сервисная составляющая в отношении внутри команды? Мне бы хотелось, так как наша программа посвящена на основном менеджменту, разобраться о том, как выстраиваются отношения внутри команды с людьми, как делать так, чтобы люди, работающие в команде, смотрели на клиентов совсем по-другому. И расскажи вот о себе, ведь ты же сервис-директор, откуда в тебе вообще представление о сервисе? Ну, мне кажется, наша команда, в принципе, подбиралась как группа единомышленников. У каждого из нас есть одна общая черта, мы хотим что-то изменить в этом мире. Элементарий, в принципе, меняет отношение к еде, отношение к походу магазинов. Я в своем сервисе меняю отношение к клиенту и отношение к работе в принципе. Мне совершенно не нравится, когда работа вызывает ассоциации сидений от звонка до звонка с 9 до 6, и после этого мысли о работе отключаются. Нет, мы живем этим, мы этим дышим, и, в принципе, каждый, наверное, свой день мы думаем о том, как развивать себя дальше. Себя, в том числе, команду, сервис и, в принципе, компанию в целом. Откуда, что является фундаментом развития компании? Желание быть лучше, желание быть инноваторами и желание сделать все нашу жизнь максимально Я уверен, что если бы я сейчас пригласил любую компанию вообще с рынка, они бы мне сказали примерно те же самые слова. В чем разница? Наверное, разница в том, что в какой-то момент нам стало неудобно жить так, как мы жили до этого. То есть, условно, если взять, сравнивать нас и какую-то крупную глобальную компанию, то есть очень тяжелые малоподвижные структуры, и есть мы маленькие, но довольно шустро меняющиеся и адаптивные. То есть, мы адаптируемся к любой ситуации, и мы меняемся для клиента. Скажи, пожалуйста, вот ты пришла в компанию, и вдруг в компании начались какие-то изменения. Что явилось точкой отсечения? Вот что было сказано, сделано вашим собственником, генеральным директором, что вот после этого теперь мы все внутри компании живем по другим правилам, по отношению к себе и к своим клиентам? Ну, здесь, наверное, все началось с того, что после моего прихода в компанию изменилась сама я. Оля меня заразила идея о том, что хватит жить пережитками прошлого, вперед к будущему, там, к инновациями. Я подумала, блин, а почему я должна выстраивать ту же схему, которая работала всегда, почему я не могу сделать все по-другому, наоборот? Он сказал, сделай вперед, почему бы нет, если это работает, если это клево, если это нравится клиенту, почему мы не можем этого сделать? А что является, вот смотри, в любом случае построение какой-то системы – это какие-то фундаментальные принципы, основы. Например, там, ну, менеджмент – это ситуативная наука, там есть гуру менеджмента. Что явилось для тебя формированием вот этого внутреннего наполнения, в котором люди начинают жить по-другому? Что является фундаментальными принципами построения отношений в компании элементарии? Настя, ты хочешь нам подсказывать какие-то идеи, потому что очень важно коллаборационное такое мнение всех? Ну, для меня лично это наши ценности. Ценности, которые несет в себе продукт, и ценности, которые распространяются на все. Откуда они взялись? Где их можно почитать? Они есть на нашем сайте. Эти ценности сформированы Олей, плюс они дополнили команды, и каждый новый сотрудник, который вливался в коллектив, он дополняет ценности и пункты, которые входят в эти ценности. Будь добра, сколько всего сегодня ценностей? Их четыре. Можешь их перечислить? Да. Ответственность, забота, эффективность и развитие. Забота, эффективность и развитие. Что значит дополняет? Ну, вот слова эти, я могу сказать, что я тоже занимаюсь вопросами ценностей, они, эти слова, есть у всех. А вот наполнение, кто и как формирует наполнение, и почему вдруг сегодня люди начинают жить ответственно? Вот он был вчера не ответственен, а сегодня он стал ответственен. Почему? Это, на самом деле, был довольно сложный, долгий путь. Сколько времени занял? Заняло у нас, наверное, месяца три. О, это не долго, это очень быстро. Для нас это долго, потому что, опять же, мы очень быстро меняемся, мы очень быстро растем, и, в принципе, три месяца в наших реалиях это больше. Я хочу, вот скажи, пожалуйста, был какой-то момент такой, что вот все, собрали всю команду, сказали, с сегодняшнего дня, вот у нас есть четыре ценности. Все, кто согласен, welcome с нами. Все, кто не согласен, спасибо, до свидания, мы вам поможем, уйдете, мы попрощаемся. Но если вы сказали сегодня да, а завтра там, или посадавтра мы вас поймали за руку, и вы не соблюдаете их ценности, мы с вами быстро расстанемся без сожалений. Был какое-то такое предупреждение людей, что все в мире, все теперь поменялось по-другому? Момент был. Как это было сделано, расскажи. На самом деле это было, не скажем так, все, у нас теперь есть ценности, мы ими живем, просто большая часть команды поняла, что жизнь разрознена, у нас больше не получится. То есть, мы хотим развиваться, нам нужно двигаться вместе. Ценности были написаны не только мной, они были написаны всей командой. А что значит написано всей командой, как это происходило практически? Мы собирались, мы очень много собирались. То есть, какие-то стратегические сессии были, да? Да, мы думали о том, как нам понимать, что вот этот человек реально ответственный, или как он действительно… Ну, приведи к примеру, что такое расшифровка ценности и ответственности? Ответственность – это то, как мы относимся к своей работе, то есть, то, какой результат мы получаем в итоге, и мы за него отвечаем. У этого пункта есть свои стороны, которые можно наблюдать. То есть, если человек проверяет свою работу, уходя домой, не спешит, сломя голову, убегает в дверь, это наблюдаемый пункт, который говорит о том, что человек, да, действительно, он отвечает за то, что он сделал. Нельзя в 6 часов встать и уйти? Ну, в принципе, мы этого не запрещаем. Можно уйти и встать и в 5 часов. Но здесь важно другое. Здесь ты должен быть уверен, что твоя работа полностью выполнена, либо ты ее передал в полной мере своим коллегам, чтобы тебе потом не было стыдно за то, что человек, допустим, наш клиент пострадал от этого. То есть, это как раз ответственность передачи. То есть, я понимаю, что ситуации жизненные бывают абсолютно разные, или кому-то, может быть, резко понадобится выходной внепланово. Но наша команда настолько сплоченная, что даже в момент замены сотрудника я, например, не принимаю... Откуда возникает эта сплоченность? Вот что является вот этим фундаментом? Мы говорим, что ценности, да? Ну вот, что значит объявить? Теперь мы живем по ценностям. Что это практически значит? Где вы какие мероприятия проводите? Как-то конкурсы на лучшие сотрудники? Что? Как это значит, вот сегодняшний день мы живем по ценностям? На самом деле, мероприятий, конкурсов мы проводим много, но немножко в других рамках. Эти вещи, они не ситуативные. То есть, они наблюдаются в постоянном режиме. То есть, мы их либо видим, либо не видим. Если мы не видим каких-то пунктов, которые у нас указаны в ценностях, значит, сотрудник их не соблюдает. Но разъясняют ли людям ценности? Конечно. А как это происходит? Вот Ольга выходит и говорит, так, что такое ответственность? Я считаю, что это так. Все со мной согласны? Там, да, согласны. Все разошлись. Нет, здесь, опять же, каждый человек должен для себя интерпретировать, что это такое. То есть, по сути, даже до собеседования я всегда знакомлю сотрудника с теми ценностями, которые у нас есть. Я прошу их объяснить, пропустить через себя и рассказать мне свое видение. Если наше видение совпадает с ним, то я понимаю, что, возможно, он вольется. Окей, я тогда, чтобы нашим радиослушателям и тем, кто смотрит наш эфир, было понятно. Вот был какой-то коллектив, да, из разрушенных людей, которые собрались каким-то форматом, и вот они в момент принятия этих ценностей существовали. После того, как объявили какие-то ценности, там, ты пришла в компанию, Оля их объявила, а ваш основатель. И люди сказали, да, окей. Но все ли из тех, кто был в момент объявления, остались работать и выполнять эти ценности? Не все. А вот что явилось причиной их ухода? Почему они вдруг сказали, ой, слушайте, все, мы с этой командой больше не хотим. Ценности не устроили? Да, скорее всего, потому что для тех сотрудников, что остались, своя работа и свои обязанности, они скорее идут приоритетней, нежели те вещи, которые у них остаются. А вот люди, которые уходили, что говорили? Я хочу больше уделять, наверное, времени своей жизни. Я хочу больше заниматься своими делами, нежели делами компании. Так, получается, может быть, у вас просто чрезмерная там перегруженность? Нет, не перегруженность, это просто стиль жизни. То есть, либо ты живешь так, в ритме жизни элементарий, хочешь что-то менять, хочешь себя совершенствовать, либо тебя устраивает работа от звонка до звонка, ну, на постоянном месте, где ты выполняешь какой-то определенный функционал. Хорошо, я вот спрашиваю, у тебя есть семья? Да. И муж, и дети, и все как бы там? Детей нет, но... У Насти, я знаю, что есть и муж, и дети. Скажи, пожалуйста, вот такой стиль жизни, а он твоей семье вообще... Настя, ты вообще когда домой придешь? Я на связи практически 24 на 7. На связи и общение с семьей, две разные вещи. Да, но при этом, общаясь с семьей, я могу быть вовлечена в работу, в телефон. То есть, ты с одной стороны гладишь ребенка, с другой отвечаешь на жалобы клиентов? Иногда да. А где ты тогда, получается, в этот момент, с ребенком или в работе? Хороший вопрос. Я в этот момент, мне кажется, везде. То есть, я просто нахожу... У меня вот таких ситуаций, что у меня срочно надо быть в обоих этих местах не было. Но... И муж, конечно, не сильно доволен этим всем, но он к этому уже привык, потому что я такая. А что это дает? Наполненность жизнью? Или просто отсутствие каких-либо других интересов, что человек, ничего у него в жизни нет, кроме работы. И вот он просто вот работа заполнила все. Ведь это же не совсем правильно. То есть, мы, получается, к некому... Я бы даже сказал, эксплуатации, что ли, получается, подходим человеку. Здесь я точно не заглашусь. У нас у каждого есть свои интересы. Кто-то занимается спортом, кто-то занимается даже конным спортом. То есть, у всех есть личная жизнь, но она никаким образом не мешает тому, что мы делаем в элементах. Ответственности. Да. То есть, допустим, я могу заниматься своими любыми делами. У меня довольно свободный график. То есть, у меня никто не принуждается... И на работе у тебя иногда бывает свободное время? Бывает. Но здесь, опять же, вопрос о том, как мы его хотим использовать. То есть, допустим, в рамках... То есть, идеальный сотрудник элемента в свое свободное время ему интересно заниматься саморазвитием. То есть, не просто посидеть в контакте, либо в фейсбуке, полистать ленту, а почитать какую-нибудь научную литературу, либо что-то еще именно в рамках того, что ему интересно. Окей. Я понял, что в компании нет человека, который называется директор по персоналу. Вы все отчасти выполняете какую-то функцию директора по персоналу. Давай еще раз вернемся. И так была точка отсечения, после которой мы сказали, что живем по ценностям. Кто-то из людей стал и ушел. Те, кто остались, стали амбассадорами ценностей. И те, кто приходят теперь, проходят однозначно собеседование, связанное по ценностям. Что еще вы делаете, чтобы человек почувствовал, что в компании ценности является главным инструментом? Объясню, почему. Ведь ценности, по большому счету, это однозначное принятие решения по отношению к любой ситуации. В основе принятия решения лежат ваши ценности. То есть, принимая решение, я должен быть ответственным, я должен нести заботу, решение принято должно быть эффективным, и оно должно подразумевать мое какое-то развитие. Оно может быть все вместе или каждый из них по отдельности. Как это у человека в голове умещается? Какие вы даете ему технологии и инструменты работы по ценностям? Вся наша работа, она, в принципе, выстроена на них, поэтому они довольно четко прослеживаются. Приведи какой-нибудь пример, чтобы нам было понятно. Ну, допустим, по развитию и, наверное, автоматизации всего, что я рекомендую. Был недавно совершенно момент, сотрудники поняли, что тратят слишком много времени на обычную рассылку писем. То есть, мы хотим общаться с клиентом, но банально вставить имя и рассылать какой-то шаблонный текст, это долго. CRM-система работает несколько по иному профилю, тоже рассылает тексты, но и не те, что нам пока нужны. Что сделали сотрудники элементария? Обычная поддержка, девушка, собственно, которая у меня работает. Она студент, учится в банке, написала приложение, которое позволяет без участия сотрудника, собственно, делать ту же самую рассылку и экономит нам теперь три рабочих дня двух сотрудников. А что рассылает? То есть, это заранее подготовленный текст какой-то? Да, это заранее. То есть, вы заранее готовите тексты, и система сама из базы адресов достает, все делает, формирует и напишет? Да, плюс она пишет индивидуальный текст в зависимости от того, что мы хотим отправить. И эта система настолько гибкая, что мы можем ее менять в долю секунды. То есть, если мы хотим что-то резко подправить, либо звонил с инфопол, это все делается буквально за пять секунд. А вот опять же вернемся к вашим ценностям. Эти ценности сотрудник может воспроизвести, они понимают, что это ценности, которые главные в компании, что-то определяющее? Я понимаю, это очень легко воспроизводимо, потому что каждая ценность, она расписана по пунктам. То есть, как это можно наблюдать и что означает… А где она расписана? В книжке сотрудника или это какой-то… У нас обычный Google Doc мы завели, и он распространяется в принципе на всех, на всю команду. Это не только… А на сайте тоже все эти расписаны ценности? Да, там просто, скажем так, та же самая забота и что это значит именно для нас. То есть, в принципе, мы понимаем, что человек может воспринимать это ценности как ему ближе. То есть, мне главное, наверное, не то, чтобы все заучили то, что я написала, а то, чтобы все поняли, интерпретировали и внесли свой вклад вот в этот файл. То есть, если они напишут, если они поймут, я понимаю, что они это приняли. То есть, они с этим готовы работать. Ир, супер. Скажи мне, пожалуйста, вот все-таки ты являешься как бы сервис-директором компании. Что является фундаментальными принципами сервиса компании Elemental? На чем он строится? Индивидуальный подход к каждому клиенту и, наверное, такой флет-режим. То есть, да, кстати, вот один момент, который я, наверное, очень хочу уточнить. Главное учение, наверное, которое дают сотрудникам, не бояться клиента. Мы с клиентами равны. Я не считаю, что, ну да, клиент для нас главный в любой ситуации, но мне совершенно не нравится, когда девушки начинают пасовать. То есть, условно, если я вижу сотрудника любого другого сервиса, не нашего, который просто от любого моего негативного высказывания, либо просто недовольства, он начинает просто, ну, не знаю, как вставать на задние лапки, может быть, так это объяснить. Но вот эта вот сама неуверенность в себе мне немножко смущает. Поэтому я всегда хотела и делаю все возможное, чтобы девушки себя чувствовали максимально уверенно. То есть, вот возникает ситуация агрессивная какая-то, да? Как в этой ситуации понять, наверное, вот, Настя, больше ты, наверное, с этим сталкиваешься, вот на той стороне агрессивный клиент, который действительно недоволен, и неважно почему, по-настоящему от компании или в целом у него как-то там не сложился день. Что для тебя самое главное в этом моменте? Или как, что ты видишь на той стороне? Для меня важно, в принципе, конечно, сгладить негатив, но для меня это важно даже не столько, как для сотрудника, которому нужны положительные отзывы, как для человека, который, в принципе, не любит конфликтовать. То есть, я здесь настолько на своем месте, что я многие вещи делаю интуитивно. Вот Ира подобрала таких людей в команде, которые действительно несут ответственность за свои действия, и они понимают, что они делают. Может быть, если спросить любого нашего сотрудника, они не назовут сходу все наши ценности, но это все на интуитивном уровне. У нас просто сплоченная команда. И что касается негатива, его, конечно, в соцсетях, к сожалению или к счастью, очень много, но тем не менее. Жалобы как подарок. Есть много такая распространенная такая фраза. Ну да. Что мы делаем с такими отзывами? Вот еще раз, я бы хотел, вот почему мне хочется копнуть туда глубже. Когда возникает, вот что такое вообще для тебя клиент? Это что? Это кто? Это вот как? Ты как что? Это как аккаунт, я не знаю, там просто какой-то запись или это вот? Где фундаментальная основа отношений с клиентом? В чем? Мне хочется всегда понять клиента. То есть даже если его негатив, мне действительно не очень важно, на чем он основан. То есть даже если мы просто попали под горячую руку, мы под нее уже попали. То есть мне важно клиента вывести на положительные эмоции и в принципе его успокоить. Здесь какой-то алгоритм у тебя, который там ты прослеживаешь, но ты его все время варьируешь там. Что является такими главными шагами? Ну вот грубо говоря, конечно, у меня он уже настолько где-то на подкорке, что я не действую по скриптам, не пишу какие-то заученные фразы. Но когда-то же это было в самом начале твоей карьеры, когда ты понимала, с чего? Наверное, может быть, было очень давно. Я просто очень люблю людей и очень неконфликтные. И во мне это вот прям действительно заложено. Может быть, это когда-то у меня и было, но я даже не помню, когда это все начало. То есть если бы на месте Насти был бы человек, который конфликт, могла бы разгореться война какая-нибудь. Были такие кейсы? Война сотрудника с клиентом? Да. Не было. Никогда. Я даже объясню, почему. Мы продолжим сейчас. Я, в принципе, очень часто вмешиваюсь в коммуникации между сотрудниками и клиентами. То есть я как минимум слушаю. Мне интересно, на какой волне они общаются. Ну и периодически сама встаю на линию. То есть мне интересно побочаться с клиентом вот прям так. Слышала вопрос, что для нас клиент. Для меня это прежде всего друг и инвестор, который инвестирует свое время, свои отзывы в нашу компанию. Поскольку мы персональный сервис, мы развиваемся исключительно благодаря отзывам. Мы ведем их учет, мы с ними прорабатываем. Сейчас мы переходим на новый уровень и скоро нас ждут тоже опять же изменения по работе с отзывами. Что это за уровень? Ну, наверное, все наши клиенты, кто с нами уже общался, они знают, что любой негативный комментарий мы передаем в тот отдел. Откуда он возник? Да. Ну, как бы, понятное дело, что все имеют свойство ошибаться. Для нас это тоже, как бы, ну, не секрет. Мы это признаем, мы с этим работаем. Но теперь каждый клиент должен будет у нас получить отчет о нашей проделанной реальной работе. По его жалобе? Да, по его жалобе. Это, опять же, поможет, во-первых, клиенту понимать, что да, мы с ним взяли работу. Но это же много вреднее на это придется тратить. Это не уже, мы полуавтоматизировали, то есть, да, я очень люблю эту мотивацию и все, что экономят на время. У меня не так много сотрудников, не так много ресурсов, поэтому распоряжаться мне им приходится очень-очень аккуратно. Ну и плюс, наверное, каждый внутренний ресурс сотрудника я использую максимально нужный мне. Собственно, то, почему Настя говорит, что она себя чувствует на своем месте. Настя очень хотела заниматься финансами, но я ее туда не отпустила, потому что, в принципе, человек, который любит людей, который во всем позитивный, я не знаю, кстати, мне кажется, я не видела у нас никого более позитивного, чем Настя. Вот, отдавать финансы без общения с людьми, это, ну, в корне неправильно. Хащу. Окей, итак, если клиент, это друг инвеста, а коллега это кто? Коллега это, собственно, для меня, наверное, боец, который меня всегда поддержит. Но боец, смотри, это все-таки армия, да, там где-то все, армия, она подразумевает устав, отношения, прямое подчинение, там, неисполнение приказа, расстрел. Все-таки, если клиент это друг или все-таки это член семьи, боец? Ну, это член семьи, не зря у нас даже есть чатик саппорт фэмили, то есть мы себя уже подсознательно ассоциируем с семьей. У нас даже не саппорт тим, как это обычно везде, там, мы даже не команда, у нас такая мини-семья. У нас, вот что касается того, Роман, что ты спросил, как люди это понимают. Если люди к нам приходят, и вот, допустим, у них успешно произошло собеседование с Ирой, и все друг друга поняли и сказали, что да, ваши ценности классные, я их принимаю, и человек приходит к нам на работу, мне кажется, что буквально в течение месяца у нас становится понятно, сможет он работать или нет. — Сказал ли он правду, да, или это было его какое-то… — Да, ну, просто он как бы не сможет работать в такой команде, ну, это тяжело, потому что та же самая вовлеченность и параллельное гладение ребенка и отвечание на сообщение, это, в принципе, нормальная ситуация, но без фанатизма, то есть все к этому нормально относятся. — А как вы вообще удовлетворенность своих сотрудников измеряете чем-то, или просто вот вы чувствуете, что в компании все хорошо, там никто не уходит, там негатив нет, то есть как-то сказок создается впечатление, что прям у вас такая сказка, что вот, ну, прям даже не совсем верится. — У нас сказка, ну, в которой, это знаете, как у нас просто отношения, они классные, но над ними надо работать, и мы эту работу регулярно проводим. И вот человек, если понимает, что ему это не подходит, он уходит. — Но все-таки в основе, это что, такая высочайшая самоорганизация каждого человека, или есть все-таки какое-то направляющее воздействие? — Мне кажется, все-таки второй вариант. — Направляющий воздействие, потому что вот я часто общаюсь с разными компаниями, я езжу по стране, мы закончили вчера сервисное обучение, но я не могу сказать, что прям все исключительно самоорганизованные. — Ну, на самом деле, самоорганизоваться, особенно в таком быстром темпе, довольно сложно. — Конечно. — Я понимаю, что не каждый это может. Ну, как бы, иначе бы все были руководителями, да, и, собственно, у нас было бы, не было бы подчиненных. Вот. Здесь, скорее, мое участие, оно складывается именно в том, что я каждому задаю направление, т.е. я понимаю сильные стороны человека, я их выявляю на практике и распределяю работу таким образом, чтобы человек проявил себя максимум, т.е. допустим, у меня есть люди, которые отлично пишут, т.е. им очень нравится. — Ты это делаешь на интуитивном уровне, используешь какие-то HR-технологии, т.е. там люди, которые приходят к вам, потому что вот каждый раз в этой студии приходят люди и говорят, так, у нас суперсовременный психологический опросник. Мы, прежде чем брать человека на работу, протестируем их. Вот был Ticketland, компания, которая продает билеты, известная всем, да, наверное, каждый из нас пользовался. Они говорят, вот мы в службе поддержки, там лояльность сначала всех протестировали. Мы понимаем, что, например, должно быть такое-то отношение добра, женственности, все остальное, там никакого насилия, никакой агрессии, и только таких людей берем на работу. И еще важно, мы с помощью этих опросников выявляем интересы человека, находятся внутри организации или где-то вне. И, там, приходили другие компании, там, например, там, Burger King, они рассказали, что они тоже там, вот сегодня все пытаются что-то измерить в человеке. А вы как делаете? Вы это чувствуете или что? Я, наверное, эмпат все-таки по своей сути. Я очень хорошо чувствую людей, именно их у тебя. Ошибки были у тебя, вот ошибались люди? Были, условно были, они были довольно часто еще в начале моей карьеры. А сейчас вот ты ошибаешься в людях? Намного меньше, намного реже, потому что сейчас я понимаю, у меня сложился какой-то, наверное, тип человека, который, в принципе, у меня будет классно работать, который будет классно перформить. Они плюс-минус все одинаковые. Опиши. Ну, на первом собеседовании спрашиваю мотивацию работать. Что это такое? Ну, например, если бы я был у тебя на собеседовании, спроси меня. Почему ты хочешь работать именно у нас? Не знаю. С клиентами. Я даже, ну, мне, ну, допустим, представь, что я подготовился, почитал о вашей компании, скажу, о, ваша идея там, что вы высвобождаете время людей, это супер классно. Да, но здесь получается следующий вопрос. Ну, почему именно в этот отдел? Почему именно в работу с клиентами? Люблю людей. Не с кем поговорить. Я одинокий человек. Хочется вот поболтать с ними. Вот, на самом деле, здесь, после такого ответа, что я люблю общаться с людьми, у меня сразу возникает первое поздравление. Это, на самом деле, это немножко такая... Стандартная фраза, да? Стандартная фраза, я бы даже сказала. Никто не любит общаться с агрессивными людьми, никто не любит слушать жалобы, это, ну, как бы, это заложено в человеке. О, классно, я слушаю, когда я слушаю жалобы, мне хочется вмазать ему по морде, но я себя сдерживаю и через это развиваюсь. То есть, да, это какой-то мазохизм, то есть, в моём понимании, что человек, в принципе, это любить не может. Но есть другие мотивации, то есть, я люблю видеть результат. Вот это классная мотивация. То есть, был разъярённый тигр, стал пушистый зайчик, о, это круто, я люблю смотреть на свой конечный итог. Я люблю сам процесс, то есть, мне нравится момент переговоров, такое тоже бывает, кстати говоря, когда ты управляешь диалогом. Либо мне нравится что-то менять. Вот, смотрите, бывает такая ситуация, когда клиент вот прямо тупо стоит на своей позиции. Бывает, конечно. Вот бывает, да, и ты говоришь, что у тебя сложились какие-то определённые там кейсы, да, и вот мы видим, что человек это друг, инвестор. Несмотря на то, что какой бы он разъярённый, тебе важно увидеть в нём, разглядеть друга. И ведь, когда мы общаемся с друзьями, мы пытаемся понять, что происходит там, поговорить, спросить. Скажи мне, пожалуйста, вот как ты из утупёртого там клиента, стоящего на своей позиции, выводишь его в состояние, которое готов услышать? Вот на моей памяти таких клиентов, которые прям очень упираются при первом диалоге, или там даже при втором, был один или два, даже может быть два, но тут можно поменять подход. То есть, у меня было такое, что я разговаривала с клиенткой, которую в принципе не слышала. То есть, любые мои доводы она не воспринимала. И я поняла, что, видимо, ей нужен кто-то другой. Ты по телефону разговариваешь? Да, я разговаривала. То есть, видимо, ты не видишь человека? В тот момент я разговаривала с ней по телефону, да. И я через день, на следующий день позвонила ей, но как более старший сотрудник. То есть, я ей позвонила как старший специалист. Ну, в общем, это не так важно. И она мне открылась. То есть, для неё, видимо, было важно, чтобы её... Статус ваш, да? Чтобы она понимала, что это не просто где-то у нас там какой-то сабанту, и мы всё замалчиваем, а что её проблемы услышали и будут решать наверху. И она совершенно по-другому. Мы всё решили, и она до сих пор наш любимый клиент. То есть, вот это вот важно найти подход. Нет какой-то... Вот дай, пожалуйста, алгоритм работы с недовольным клиентом. Вот 3-4 шага, что надо делать, когда вот... В принципе, всё несложно. Практически в 99% случаев я извиняюсь, как минимум за то, что человеку, в принципе, пришлось написать эту жалобу. Или позвонить, неважно. То есть, мы его хоть как-то вывели, даже если у него, в принципе, день не сложился. Мы чем-то всё-таки послужили, чтобы на нас этот круг замкнулся. Итак, первое, как бы извиниться за то, что вообще ему пришлось звонить. Постараться сгладить негатив. Как? Объяснить. Я обычно всегда объясняю любые негативные ситуации. Это не оправдание, это объяснение? Нет, это именно объяснение. Если он говорит, что вот курьер опоздал, или мне положили не одно, а другое. Ты разбираешься в ситуации, или ты сразу отвечаешь? Если мне нужно время, то я, конечно, его прошу. Но, как правило, я даю хотя бы по некоторым аспектам ответ сейчас. То есть, есть какой-то программ, в которой ты можешь посмотреть, почему сдержался курьер? Да, многие вещи я могу посмотреть сразу, плюс это опыт. То есть, я знаю, допустим, что вот именно сейчас такая ситуация, что да, курьер задерживает. А клиенты вручают лично человеку? Или оставляют возле входной двери? Нет, вручают лично. На самом деле, по запросу можно ставить. Ну, как бы, как... Но ведь это тоже получается, сэр, это тоже получается отношение, как доставщик покоммуницировал с... Вот этим ты тоже занимаешься, отдельно подумаешь, что-то там говоришь? Давай закончим. Кстати, я прям минуту, буквально одно предложение про курьеров. У нас очень много отзывов про то, что у нас самые вежливые курьеры. Как вам удается? Это же люди, которые просто за рулем сидят целый день. Да, и даже это... Ну, даже это... Они тоже по ценностям живут? Нет, но если у нас много жалоб на курьеры, то... Нет, но с ними кто-то работает? Я расскажу об этом отдельно. Сейчас, отлично. Итак, разъяленный курьер. Первое, извиняемся. Второе, объяснение. И очень часто, знаете, я заметила, что, действительно, когда ты объясняешь человеку, почему произошло так, он сразу относится с пониманием. То есть, именно не оправдание, а не объяснение. Мы принимаем свою вину, мы объясняем, почему так произошло. Можем сказать, какие будут предприняты шаги и меры для того, чтобы это произошло. Вы чем-то компенсируете вот это обращение? Конечно, да. То есть, там, один бесплатный салат какой-нибудь там. Да, в зависимости от того, в каких отношениях мы с клиентом. То есть, мы, например, знаем, что я могу посмотреть, что именно этот клиент больше всего любит какие-то определенные десерты. То есть, действительно, я могу предложить один десерт. Ты в моменте, пока ты с ним разговариваешь, смотришь уже, что там профиль клиента. Да, да, у нас очень удобная CRM-система. То есть, я захожу и сразу вижу в ней очень многие моменты, которые мне при этом помогают. И очень часто, когда ко мне коллеги обращаются, Настя, что мне с этим делать? Я говорю, пожалуйста, карточку, покажи мне карточку, чтобы я понимала, как долго этот клиент с нами, что он ест, как он ест и так далее. И самое главное, я не зацикливаюсь никогда на негативе. То есть, даже если весь отзыв сплошь в минусах, я спрашиваю, что вам понравилось, каково вам было с нами, было ли вам вкусно, было ли вам быстро, сэкономили ли вы время. Потому что на, как минимум, один из этих вопросов он ответит да. То есть, положительное уже есть. Вывести его и переключить на это. То есть, из негативной коммуникации переключить в позитивную коммуникацию. Либо хотя бы сначала сбавить на нейтральную. А звонят ли вам люди, которые получили хороший сервис, сказать, поблагодарить вас за то, что меньше? Да, но вы знаете, я боюсь, что тут дело в нашем менталитете. Мы, кстати, недавно с кем-то из клиентов об этом говорили, что, в принципе, на любой какой-нибудь сайт ты заходишь, в какой-то компании, у нее бывает, допустим, пятерки, очень много, и единицы. То есть, люди, которые как-то среднее оценивают, они, видимо, просто принимают это и идут себе дальше. А вот, мне кажется, это дело в нашем менталитете. И очень часто такое бывает, вот тут прямо к моему большому сожалению, что человек ест с нами год, его как бы вообще все устраивает, все хорошо. И вы не контактируете с вами, да? Ну да, у него все прекрасно. И вы про него забываете того условия? Нет, мы про него не забываем, мы общаемся. То есть, он есть и есть? Да, он есть и есть, но какое-то малейшее, вот что-то. И он не думает о том, что, о, классная компания, надо оставить ему отзыв хороший. Но как только происходит что-то не очень, он сразу оставляет негативный отзыв, но после сглаживания его исправляет. То есть, в результате положительный отзыв, вы спустя эти два года использования, мы все равно получаем. Как работать с персоналом, который вот вообще фактически в офисе не находится? Вот курьеры ваши. На самом деле в нашем офисе не находятся еще и группы поддержки. Она у меня полностью удаленная. Где дома работают? Да. Ты их никогда не видела вообще в лицо? Нет, почему я их вижу? Мы встречаемся с ними и в офисе, и на каких-то личных мероприятиях. То есть, как бы мы семья, мы дружим, это нормально. С курьерами вообще интересная история. Мы постоянно ведем работу и анализируем отзывы, во-первых, клиентов о наших курьерах. Плюс у нас логистика занимается тем, что они постоянно проверяют опоздание. То есть, там есть допустимая погрешность на пробке, но не более. У вас есть какая-то система слежения за водителями, видеть, где они находятся в данном деле? Конечно, GPS-трекеры. Мы, в принципе, видим, где он едет. Плюс, что удобно логистически, кто корректирует маршруты в случае, если заказ резко отменился. Вот. И всю информацию от наших клиентов мы обязательно передаем руководитель логистики, Виктории. Вика проводит с каждым индивидуальную беседу. То есть, она общается с курьером, прививает им ценности, разрабатывает им... Ну, вот они живут, кстати говоря, в рамках скриптов, потому что некоторым бывает сложно. То есть, у них есть минимальный набор фраз, которые они обязаны сказать, и кейсы, которые они должны решить. То есть, они должны помочь донести заказ, если клиент попросит принести его в кухню, потому что, может быть, хрупкая девушка, да, там 10 килограмм еды. Вот. И максимально помочь. Некоторые курьеры даже периодически рассказывают о том, что там находится внутри, и делают такую мини-презентацию. То есть, им нравится продукт. Вот. И по поводу отзыва, кстати говоря, тоже хотела рассказать немножко. Интересная история. Я люблю негатив. Ну, то есть, я люблю жалобы. И музыки. Странно звучать. Но я считаю, что если человек пожаловался, если он уделил на это своё время, это такой большой плюс нам, что его просто невозможно потерять. Потому что, если бы ему было всё равно, ну, он просто молча ушёл. То есть, как бы, зачем, если человек уже, в принципе, жалуется, значит, он не хочет от нас уходить, он не хочет с нами расставаться. А по поводу позитивных отзывов, честно, я их очень люблю. Ну, как все, наверное, любят. Это как похвала для нас. Но в целом я понимаю, почему их нет. Потому что то, что случается позитивно, это норма. Так и должно быть. То есть, для меня это как раз тот уровень работы, который мы должны показывать всегда. Отлично. Вернёмся, наконец, к кейсу о вовлечённости команды. Как создать ту самую команду вовлечённых людей? Ну, во-первых, да, мы их отбираем отдельно. Они плюс-минус все похожи, они должны между собой дружить. И, кстати, очень хороший наблюдаемый пункт по поводу того, будет ли эффективно работать сотрудник. Мы производим продукты. У нас есть вознаграждение. То есть, за любые достижения мы человеку предлагаем либо взять продукт, то есть, неделю еды, либо получить его в денежном эквиваленте. Это о чём говорит? Это кейс? Это тест? Да. Это такой небольшой тест. Вроде бы, с одной стороны, и поощрение сотруднику, а с другой стороны, сразу вижу, что человеку ценнее получить реальные деньги. Либо получить тот продукт, над которым мы все дружно работаем. Но деньги, это же тоже нормально? Это нормально. Но в наших реалиях мне важнее, чтобы человек получал продукт. Для меня это важно, потому что я понимаю, что если человек любит то, то, что он делает, если он хочет, это почувствует себе. Как привить любовь к тому, что он делает? Вот мы сегодня заходили в студию и сказали, слушайте, как классно сейчас, что можно заниматься тем, что ты любишь. Да. Но привить любовь, мне кажется, невозможно. Ты либо любишь, либо нет. Это такая условная вещь. Но чем ты вот унюхиваешь то, что они любят то, куда они хотят прийти работать? Ну, во-первых, это желание помочь. Это идея. То есть, каждый сотрудник со мной всегда делится своими идеями. То есть, я понимаю, что если Настя мне пишет в выходной свой день и говорит, тыр, меня осенило, давай будем делать так, давай попробуем. Я такая, блин, Настя, давай попробуем. И не важно, сколько это времени будет. Если я вижу, что сотрудник поддержки выходит за рамки своих обязанностей, то есть, допустим, та же Камила у меня взяла, написала приложение в свое свободное время, ну, как бы она не рассчитывала получить что-то взамен, она просто хотела именно отдавать, не получая ничего взамен. Расскажи, пожалуйста, детально про кейс, который вы презентовали на форуме. Это создание нашего отдела финансового контроля. Из чего все зарядилось, собственно, как раз про вовлеченность. Сотрудники, которые работают в Elementor, они работают не столько на себя, сколько на развитие компании. То есть, да, им интересно развиваться, но им интересно развиваться вместе с компанией. И все понимают, что не будет компания, не будет ты. А что значит развиваться? Это какие-то курсы, обучение, это что? Это новый функционал, это обучение внутри команды. А кто занимается обучением внутри команды? Есть какие-то курсы, программы? Да, они есть, но мы их друг другу рекомендуем. Это внешние какие-то курсы? Это что? Это могут быть внешние курсы. Мы можем внутри делиться опытом. То есть, мы постигаем эти знания отовсюду. То есть, если я, допустим, знаю что-то новое, я услышала даже на форуме, допустим, что-то новое, я приду и расскажу всем. Я говорю, ребят, вот у меня что есть, давайте с вами поделюсь. А вот рассказать все или рассказать и довнедрить? Внедряем только то, что принимает команду в целом. Потому что я понимаю, что одно мое решение, как руководитель, я могу сказать, да, внедряем, но оно не будет работать, если его не примет коллектив. А по поводу нашего кейса, он был создан для того, чтобы компания развивалась и не теряла деньги. То есть, у нас была группа инициаторов, которые говорят, ребят, мы все ошибаемся, это нормально, но команда и компания не должны от этого страдать. Поэтому мы создали инициативную группу, которая проверяет за каждым сотрудником его ошибки в режиме онлайн. Все сотрудники как раз видят свои ошибки и успевают их исправить до того момента, как это случится у клиента. И, собственно говоря, то, что мы компенсируем клиентам… Приведи, пожалуйста, пример какой-нибудь ошибки, о чем ты говоришь. И вот создание вот этого подразделения, зачем тогда? Например, сотрудник оформил заказ, не уточнил адрес, адрес оказался замкат. Замкат стоимость заставки совершенно другая, именно для компании. Клиент по факту узнает о том, что заказ-то едет вообще не по тому адресу. Мы вызываем дом курьера. Дополнительный курьер, опять же, тратит деньги на бензин, тратит средства в компании, отвозит это клиенту. Клиент, в принципе, доволен, то есть он не знает о наших внутренних потерях. Но вот эту сумму, которую мы потратили на дополнительную логистику, сотрудник мог бы предотвратить. Ну, то есть, как бы он мог просто лишний раз проверить. Это как раз про ответственность. Что происходит? Эту сумму списывают с него или что? Если все-таки это произошло, да, это списывается с него. Ну, то есть, они, собственно говоря, сами для этого создавали, то есть я готов заплатить свою ошибку. Если это предотвращается, то списывается минимальная сумма, и вот эти вот части минимальных сумм набегают в фонд оплаты тому сотруднику, который нашел эту ошибку. То есть все друг за другом проверяют, и это дает вот эту сплоченность. То есть это не выглядит как стукачевство какое-то там, да, банальное. Это именно проверка ошибок так, чтобы не сделать клиенту хуже. Вот этот кейс, который более подробно, можно еще раз в него вернуться? Это что за люди пришли туда, на эту службу финансовую контрольную? Они, поверьте, это группа поддержки, все та же самая. Просто они выросли внутри этой команды и поняли, что так дальше жить нельзя. Я вот, насколько помню, я когда читал, там приводилось, что это люди, какие-то оверквалифайд, какие-то находящиеся дома родители, которые более высокие позиции, какие занимали в жизни, в прошлых каких-то там, да? Да. Во-первых, у нас все сотрудники, они находятся сейчас в декретном отпуске, но им нужно реализовывать себя где-то еще. То есть они не могут, допустим, сидеть и просто кладить ребенка по голове, им нужно быть во что-то вовлеченными. Они действительно имели предыдущий опыт, очень интересный, и мы его частенько используем. Я сама у них периодически учусь и считаю это вполне нормальным, то есть постигать опыт от своих сотрудников. Может быть за счет этого, кстати говоря, еще довольно просто с ними коммуницировать. Хотя, в принципе, есть и студенты. А каким образом ошибка идентифицируется? Вот где? Где этот момент, что вот произошла ошибка? Как вы ее находите? Ну, собственно, отдел финансового контроля. Они проверяют заказ на момент оплаты, чтобы все было четко по суммам, ну, то есть чтобы клиенту поставить готовый продукт и не спрашивать его лишний раз о каких-то еще местах. И момент проверки вот этой суммы заказа, проверки, что все чеки готовы, что все подготовлено к заказу, они на всякий случай проверяют все действия сотрудников. То есть, правильно ли указана доставка, правильно ли собрана... Это прямо в онлайне? То есть вот... В онлайне парочке клиентов... То есть получается, вот я позвонил там, как происходит? Ну, опиши эту ситуацию, чтобы было понятно, о чем речь. Ну, например, заказ оформили. Вот сейчас оформили заказ. Через два дня у него доставка. Финансовый контроль начинает проверять, оплачен ли заказ, какой способ оплаты, все ли корректно. И помимо этого, быстро пробегают глазами по адресу, сверяют, чтобы все было правильно указано, смотрят состав заказа. То есть состав того, что пошли к карточке и то, что изначально заказал клиент. Они это сравнивают и быстренько находят... Все вручную, да? Ну, это человек физически делает. Поэтому, да, бывает, что... Скорее всего, это может в ближайшее время может быть автоматизировать, наверное, какие-то... Мы об этом уже думаем. Да, потому что это явно робота, работа такая, да. Ну, мы внедрили еще робот, который обзванивает, допустим, клиентов, тоже очень удобно. То есть мы стараемся минимизировать человеческий фактор, поскольку я понимаю, что каждый человек может ошибиться, и это нормально. Окей. И вот вы спрашивали, почему так, ну, 45 минут долго о чем говорить. Фактически мы подходим уже к нашему завершению, к нашей программе. Все-таки мне бы хотелось вернуться в состоянии отношений между людьми. Жить по ценностям, это очень важно. И сегодня мы, наверное, говорим о том, что это, ну, какой-то относительно сегодняшнего времени уровня развития людей, уровня развития менеджмента, наверное, рабочий инструмент. Но не везде он работает. Во многих компаниях ценности провозглашены, но дальше все. Что, на ваш взгляд, является необходимым и достаточным критерием того, что ценности есть и они должны работать. И на самом деле, какие главные шаги, вот если бы сейчас вот прямо мы могли дать такой, знаете, ну, юзерс-мануале такой, да, для наших людей, которые смотрят под нашу программу, с чего начинать внедрение управления людьми по ценностям. Да, Ира, наверное, с тебя начинай. Да, ну, для меня главное осознать цель, чего мы хотим добиться в конечном итоге. Что у вас, какая цель у вас заявлена? Наша цель сделать пребывание с нами клиента максимально комфортным и минимизировать его время затраты на общение с нами. И этому служат как раз ваши ценности? Да. Ну, собственно, все, что касается ответственности, да, чтобы клиенту не приходилось звонить по несколько раз, автоматизация, мне очень важно, чтобы это все было с минимальными затратами и, собственно, развитие. Мы не стоим на месте, мы стараемся сделать так, чтобы клиенту было здорово и удобно с нами без, ну, такого, глобального общения. Что человек, смотрящий на наш эфир, должен сейчас для себя сделать, если вдруг бы он захотел создать нечто подобное в своей компании? Ну, во-первых, поставить цель, понять, что лишнее есть в процессах, то есть проанализировать полностью процессы, выделить самые трудозатратные и время затратные, опять же, провести там анализ и стараться их максимально автоматизировать. Так, дальше. То есть все вот эти лишние телодвижения. Далее замерить эффективность каждого сотрудника. Как? Здесь, опять же, показатели работы довольно комплексное решение, то есть нужно, ну, ежедневно на основе замерять, допустим, сколько он делает, сколько он времени на это тратит. Понять места, где он тратит на какое-то простое действие много времени и стараться его либо заменить, либо исключить полностью. То есть сделать так, чтобы человек в единицу времени делал максимум своей работы и тратил на это минимум усилий. Дальше. Так, цель есть. Процесс автоматизации, да. И в конечном итоге, наверное, заключительным пунктом проверять настрой команды. То есть, чтобы все были довольны, чтобы у всех была мотивация работать и чтобы не было негативных, ну, таких-таки настроений, потому что негативное настроение одного человека, оно сказывается все-таки на работе целой команды. Хорошо, смотри, вот получается, первый человек поставил цель, вот собственник говорит, я хочу, чтобы моя компания, например, там, какой-нибудь автосервис, да, был максимально удобен. Я смотрю потом все процессы. Процессы, возможно, где-то эффективные, неэффективные, там, сам, или, скорее всего, нужно вовлекать для этого людей, которые работают там. На самом деле, чтобы процесс работал хорошо, нужно вовлекать всех. Потому что, если поставить какую-то задачу, она не будет исполняться, если она не принята всем коллективам. Это вот, наверное, самое главное. Если я хочу что-то внедрить, мне важно, чтобы все в этом приняли участие, все это пропустили через себя и все начали этим пользоваться. А где люди? Вот здесь вот, что с людьми-то делать? Вот у меня есть тот коллектив, который есть. А люди, они здесь. Смогу ли я с ними дойти к этой цели? Или все-таки вот нужно какой-то момент, как мы с тобой вначале говорили, сделать точку отсечения и сказать, что все, вот теперь живем вот так, как и, чтобы им было понятно. Или, вот, когда не происходят точки отсечения, что бы мы ни делали, там, развиваем сервис, обучаем, люди не понимают, а что, что-то изменилось по отношению ко мне? Я стал, я могу себя продолжать вести так же, как хочу, или что, вот, как? Мне кажется, момент понимания этой цели. То есть, здесь начинается, цель, она в принципе как строится? Она строится от пересознания себя и того, что я конкретно хочу достичь в определенный момент времени. Если я сама себе перестаю допустимать, да, там, я хочу сделать что-то грандиозное и глобальное, но я не знаю как. Цель состоит из много маленьких пунктов. И в любом случае мы начинаем с себя. То есть, условно, я это проняла, прочувствовала через себя и следующая моя задача донести это людям так, чтобы они тоже это пропустили через себя. То есть, условно, я, допустим, рассказываю Насте, Настя, я хочу, чтобы у нас сервис был максимально удобным. Настя не поймет, что это значит. А что это значит? Это значит, вот, по пунктам. Хочу, чтобы с нами мало общались, с нами то. И дальше, на следующем этапе, я уже от Насты получу, Настя, а как ты это видишь? Что бы ты сделала на моем месте? То есть, по сути, я каждому сотруднику даю возможность побыть на моем месте и принять какие-то важные управленческие решения. Для тебя почему бы и нет? Если они в этом участвуют, если они это понимают и принимают на себя и чувствуют свою ответственность за то, что они делают и то, что они говорят, это дает максимальный эффект. Даже четко по указаниям ни один здравомыслящий человек долго жить не сможет. Это неправильно, я считаю. Каждый должен себя реализовывать. И если, вообще, в принципе, что хорошо? Если я вношу в какой-то свой вклад в эту работу, я начинаю больше ее ценить. Я начинаю больше ценить проект, потому что я на него потратила какие-то свои силы, свои ресурсы. Если я выполняю просто указания, у меня нет никакой ценности к проекту. Это ровно как и с клиентом. Если я пожаловался, я ценю этот проект. Я хочу, чтобы он был лучше, чтобы он развивался. Если я ушел молча, для меня ценность она минимальная. И это, кстати, повышает ответственность сотрудника. То есть, соответственно, если он сам принял какое-то решение или хотя бы даже откомментировал идею, он вообще задумался о том, как это будет работать именно у нас, это уже повышает его уровень ответственности к этому. И еще такой момент я хотела сказать. Я просто на этом очень большой акцент ставлю. Что касается нашей вовлеченности, у нас люди подобраны в команде таким образом, что они действительно члены этой команды. То есть, они, как сказать, форматы элементари, если можно так выразиться. И это значит, что у всех, кто подбирал этих людей, есть четкое понимание этих ценностей. Вот что я хотела сказать. Вот эта вовлеченность бывает даже такое, что человек приходит, он как бы понимает, какая цель у команды, но он ее не очень, ну, как бы, он ее не видит. Да, он ее не чувствует. Но при этом он вот прям действительно живет и болеет. Ему нравится то, чем мы занимаемся. Он может и не видеть даже этой цели вот в перспективе, но это не мешает ему работать здесь вместе. То есть, да, а как бы у нас было такое неоднократно, что Ира предлагала что-то. Ребята, а как вы думаете насчет вот этого? И мы не боимся сказать, Ир, мне кажется, что это будет не очень. То есть, мы дискутируем, и каждый, действительно, у нас с каждым членом команды нравится здесь работать. И вы спрашиваете, как сделать так, чтобы в твоей команде это работало? Мне кажется, это, в принципе, проблема больших компаний, потому что в крупной компании большое количество сотрудников, и ты не всегда видишь, то есть, ты как бы у тебя уже, ты живешь цифрами, и ты не видишь, насколько удовлетворены твои работники. В маленьких компаниях с этим все проще. У нас есть общий чат, у нас есть, причем чат у нас есть в Телеграме, в Ватсапе, мы сами его инициируем. Нам это все нравится, мы этим живем. И другой человек, которому это не подходит, он к нам просто не вольется. Маленьких компаний огромное количество, в основном весь российский малый бизнес, это маленькие компании. Сколько общая численность вашей компании? Ну, я думаю, что сейчас более 200 сотрудников. 200 сотрудников, включая курьеров и всех остальных, да? Вот смотрите, даже, но это уже считается крупной даже по российским меркам компания, 200 человек. Получается, что уникальность создания все-таки является вот цементом всех ваших людей, объединенных в одну компанию, являются вот эти фундаментальные базовые ценности, которые вам удалось внедрить. Я скажу больше, эти ценности внедрялись сперва на уровне поддержки, ну, потому что самый главный фронт это общение с клиентами, и дальше они распространились уже на всю команду, то есть вплоть до поваров, до сборки, до кого угодно. У них тоже есть свои ценности. Да, они немножко видоизменены, чтобы они их понимали и принимали, и они также написаны теми сотрудниками, которые работают в этих отделах. Да, уважаемые друзья, невероятно было приятно провести это время эфир с нашими замечательными молодыми, я хочу ответить на этот вопрос, но очень профессиональными руководителями, которые дают нам ориентиры на том, что управление компанией на основе ценностей реально существует, реально работает. Вы как примером можете услышать как некой тестовой площадке, я обязательно приеду к вам в гости, еще мы детально посмотрим, познакомлюсь с вашим руководителем, собственником, и мне очень хочется поговорить с людьми и спросить их на самом деле, что они думают об этих ценностях. Если вы руководитель, то ваша главная задача сформировать цель, описать процессы, найти подходящих людей, и сказать, что вот с сегодняшнего дня есть точка отсечения. Кто со мной, пожалуйста, кто против, до свидания, я вам помогу устроиться, а если вы не хотите, то мы найдем вам замену, потому что создать семью можно только тогда, когда все друг другом смотрят в одну сторону. Спасибо вам огромное, было очень приятно. Спасибо. Это был бизнес-завтрак с Романом Дусенко на радиомедиаметре. Сегодня мы говорили о компании Элементаре, о том, как создавать внутренние коммуникации и внешние коммуникации, видя в человеке, который работает с тобой, члены семьи, а в клиенте, друга и инвестора. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok